Итак, в Казахстане, как вы знаете, насчитываются сотни предприятий угольной, металлургической и других отраслей, где вопрос безопасности работников стоит, безусловно, на первом месте. Сейчас в Можелисе рассматривается законопроект по трудовым спорам и конфликтам, где особое внимание как раз-таки уделяется вопросам безопасности и охраны труда. Усилят ли государственный контроль, как будут проводить аттестацию производственных объектов и условия труда? Об этом все. Моя коллега Кунсая Курмет поговорила с разработчиком законопроекта, депутатом Можелиса Екатериной Смышляевой. Давайте послушаем. Добрый вечер, Екатерина Васильевна. Добрый вечер. Вы один из разработчиков этого законопроекта. Скажите, пожалуйста, какие основные проблемы в сфере безопасности и охраны труда он оцелен решить? Сразу скажу, что законопроект, связанный с трудовыми отношениями, состоял из двух блоков. Первую часть этого законопроекта уже отработали, уже глава государства подписал, и он вступил в силу. Сегодня мы уже начинаем видеть его реализацию. Она касалась вопросов регулирования трудовых споров и конфликтов. Во второй части, которая сегодня получает необходимые экспертизы и заключения, вторая часть совместно с... Две палаты здесь работали. Сенат парламента, мажорист парламента. Значит, с коллегами мы как раз отрабатывали вопросы безопасности и охраны труда. Это вот первая часть. Это усиление требований. Это, значит, к рабочим местам, к условиям труда, к безопасности рабочих мест. Это административные... Усиление административной ответственности. Это вопросы определения вины работника и работодателя. Сейчас вы знаете, что это, как правило, происходит в процентах. И таким образом при решении в судах удается избежать полных выплат работникам, которые получили на производстве какие-то травмы. Значит, и вот эта вот схема, когда определяется в процентах вина, она позволяет не в полной мере выплачивать, делать выплаты. Это мы считаем неправильно. Должно быть просто установление вины, либо виноват, либо не виноват. Либо да, либо нет. Какие-то проценты это уже, знаете, в руках работодателя или работник там борется. И даже представительство работника, если есть, там есть профсоюз и так далее, все равно они не сравнятся с мощной силой института работодателя. Это один момент. Второй момент это вопросы справедливой оплаты труда. Значит, это индексация заработных плат. Это вопросы разности в оплате труда между управленческим составом и обычными работниками. Значит, и также усиление общественного контроля, в том числе производственных советов, вопрос аттестации рабочих мест. Это все, в общем-то, в этом законопроекте мы заложили. И в том числе заложили момент такой, связанный с организацией деятельности инспекции по труду. Мы знаем, что и видим, что в последнее время у нас, в связи с тем, что мы долгое время исследовали международным рейтингам, такими как дуэнт-бизнес и так далее, приводили свое законодательство в соответствии с этими внешними принципами. И таким образом у нас, к сожалению, институт госконтроля в сфере безопасности и храна труда, на самом деле он был утрачен. И сегодня мы вынуждены констатировать факт, что в данной сфере как раз государственного участия очень не хватает. У нас сейчас на всю страну 261 инспектора по безопасности страны охраны труда. Это означает, что где-то на 25 тысяч работников приходится один инспектор. При этом международная организация труда рекомендует не более 10 тысяч на одного инспектора. То есть и штат нужно усилить, и вертикаль. Вертикаль связана с тем, что сегодня инспекции подчиняются Акиматам. И, соответственно, у нас нет объективной картины, объективного контроля, независимого контроля в сфере безопасности и храна труда. Ну и по самим институтам, то есть, вернее, по самим формам контроля тоже будем смотреть в рамках данного законопроекта. То есть, насколько я знаю, на одного инспектора приходится 250 объектов. И он не может без предупреждения прийти и проверять. А по новому законопроекту у нас будет госконтроль без предупреждения? Мы будем усиливать этот институт, каким он будет обсудить. То есть, однозначно, что у нас сегодня есть профилактический, но это разъяснительный порядок. Надо возвращать систему оценки рисков и еще усиливать общественный контроль. Потому что инспектора общественные на предприятиях, которые работают, то есть, их госинспекторами не заменишь. Те люди, которые на ежедневном контроле держат ситуацию в коллективах трудовых на производстве, они однозначно очень эффективно работают. Насколько мне известно, сегодня аттестацию от производственных объектов и условий труда, она сводится к тому, что просто выявляется вредность, но не уровень защиты от воздействия этих самых факторов. То есть, новый законопроект, он решит как-то эту проблему? Ну, поскольку мы будем усиливать требования по самозащите, и здесь, соответственно, вы совершенно правильно говорите, если оценены риски, должны быть выработаны, соответственно, на этой оценке следствия. Это и объем, допустим, дифференцированный объем страховых выплат должен быть, то есть, соответственно, дифференцированный тариф страховки. Это должны быть определенный объем защитных средств, которые будут использоваться. Это, значит, различные доплаты для того, чтобы для достижения более раннего пенсионного возраста. То есть, эти все моменты, они, если нельзя сказать, что совсем не присутствуют, да, то есть, естественно, что и в коллективных договорах, и в соглашениях, в ряде отраслей, на некоторых ответственных социальных предприятиях это имеется. И, как бы, есть образцовые даже практики, будем так говорить. Но сейчас это должно стать система и обязательством для всех производств, которые сегодня работают в нашей стране. Говоря о страховке работников, да, сегодня это делает работодатель, да, но он заключает контракты с частными компаниями, которые уже на свое усмотрение расплачиваются за тот или иной риск. Как можно вообще контролировать этот рынок? Вообще, как бы, мировая практика показывает, что в целом вот эта система социального страхования обязательного работника во многих странах часть этих сумм от страховых компаний, если они в течение года предприятия, допустим, эту сумму не использовала, то часть этой суммы идет страховой компанией на покрытие расходов административных, остальная часть суммы возвращается предприятию как целевые деньги на обеспечение условий на рабочем месте. То есть они на эти деньги могут там приобрести, вернее, обеспечить быт работников, да, могут закупить средства защиты, могут потратить эти деньги на восстановление здоровья работников и так далее. То есть это очень интересная, на мой взгляд, практика. Мы понимаем, что страховой рынок, он будет, естественно, очень сильно сопротивляться этому, потому что никому не хочется возвращать то, что получено, да, но мы же справедливости рады и должны заметить, что если организация не нарушает в течение года, если у нее нет ни одного случая, да, то подобного рода, ну, премии, подобного рода стимула, они будут работать. Поэтому, ну, будем обсуждать, это такая очень дискуссионная будет тема. Спасибо вам за уделенное время. До свидания. Всего доброго.